всех приветствую с вами веган христолюб я рад вас всех приветствовать на втором на очередном вообще и втором видео из мини-серии из трех видео о боге любви мы с вами предыдущий ролик я записал посмотрели иоанн иоанн апостол иоанн богослов апостол любви так его именует и есть за что и кому интересно найдите это видео на канале есть не забуду дам прямую ссылку но сегодня у нас ролик иаков апостол лаков о боге любви вся серия напомню была затеяна ради того чтобы записать следующий ролик которого будет смотреть после этого кто смотрит последовательно это антоний великий так называемая о боге любви ну и чтобы к нему подобраться это так называемая ортодоксальный и святой третьего века мною очень любим и уважаемый и в свое время да и до сих пор узнаете несмотря на то что там небольшие есть мне тоже завихрение вообще конечно я этот персонаж образ хочется верить что был такой человек в истории а может быть это я в прошлых реинкарнациях не очень был люб очень милый все его вся его жизнь житие его мысли были мне очень близки они очень согласуются с евангелием с истиной и что прежде чем и зачитать я решил все-таки подвести к этому напомнить вам все-таки чтобы преемственность как любит псевдо христиане за нее цепляться за цепляет цепляться от апостолов рукоположение от апостолов я поэтому тоже решил как всегда не могу остановиться я напомню тот случай что когда-то мне написали маленький комментарий по поводу йоги там можно ли заниматься один мой ролик но ответ в виде одного ролика причем не краткого перерос в три а три переросли в 40 и в концовке записала серию видео 8 8 шагов буддизма ну или восьмеричный путь кто знает называется или восемь ступеней йоги так у меня бывает такой я человек не могу я кратко все излагать как видите необычное предисловие только на 5-10 минут в каждом видео связанных и с моей жизнью какой-то с тем что меня волнует видите ли хоть что-то напомнить рассказать а тем более сейчас я сегодня на 17 апреля 2022 года нас весна пассивной сезон много на участке сейчас занимаюсь делами пишу поэтому поменьше и побольше готовились я там кое-какую серию общем-то боги любви который мы продолжим в частности к родственникам друзьям к мужу к жене к детям я готовлюсь к этой серии вот на все надо время всем очень легко смотреть даже часовой ролик кажется зачем там час сел записал нет очень много приходится к этим вещам готовится говорим сегодня я род антони мы еще доберемся я сегодня всего одну фразу его процитирую читать мы будем послание апостола иакова первое единственное прочитаем в принципе как вы знаете я всегда против вырывания из контекста сам себе это позволяют потому что достиг и в общем то есть тоже вырываю стараюсь по своими словами потом дадать полную картину того в общем то к чему был контекст и сегодня в принципе не обрываю не вы не вырываем обрезаем мы прям с первого стиха первой главы почитаем почти или даже этом вся первая глава что же забыл 18 не помню заканчивается на 17 главе стихий на не суть важно то есть практически первого все читаем дальше мы оставим кое-что единственное там тоже вспомню пару стихов и из дальнейшего но и в принципе имеет место это вырвать не вырвать и обрезать вот почитать чуть-чуть это все что мы просто последовать начитали я бы остановился до после последовательно всю библию кто вдруг попал случайно специально на это видео кто меня знает кто нет есть помимо этого канала на котором вы смотрите это видео христолюб роботию пищу в пустыне века на есть христолюб веган чтение библии иных писаний там весь новый завет как и ветхий в общем вся библия целиком записано там вы сможете найти и послание это якова на моей страничке на сайте в принципе для этого ролика сделка искать отдельную страничку можете тоже почитать послушать кому интересно я сторонник всегда последовательного глубокого чего-нибудь изучения вдумчивости приходить во все смыслы какие-то только можешь да все познавать всего достигать в этом плане до всегда во все глубоко вдумываться все изучать во все проникать всего делать или вывода извлекать пользу ну как говорил иисус что книжник книжник человек читающий человек изучающие следующие вопросы в современном мире слушающие смотрящие и познавшие истину о любви свободе вечной жизни он всего и из старых своих знаний и из новых извлечет пользу правду и и применит своей жизни и для жизни окружающих слушающих его как как то что про учителей мы сегодня не будем говорить так подробно но кое-что давайте уже почитаем да яков раб бога и господа иисуса христа двенадцати коленом находящийся в рассеянии радоваться с великую радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения зная что испытание вашей веры производит терпение терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка здесь остановлюсь кто знает я постоянно говорю о совершенстве о полноте сами эти слова всегда исходит из уст моих до о зрелости есть такое понятие да все все эти слова говорят об одном к сожалению всегда это говорю свидетельствую и честный человек ответит себе честно что псевдо христианстве православие католицизм протестантизме полностью абсолютно под корень вырезано или отвергнуто учение о совершенстве об употомлении богу совершенной жертвенной любовью это когда ты на зло даже отвечаешь добро за это добро отвечаемое на злом то что до добра делаешь тебе знать ничего не прилетают и конечно тоже нормально это хорошо это естественно на там ни за что то не страдаешь до вот когда тебя прилетает это есть совершенство и ты после этого прилета до ты мал au tash кому-то добро сделал до тебе за это прилетела а ты на это зло ответил еще раз добром вот совершенно путь это учение о совершенстве о что этого совершенства надо достигнуть они я поверил в иисуса христа его историческую личности в том что якобы взял какие-то мои с мои грехи на себя да я теперь ешь пи веселись душа моя ибо завтра все сдохнем это все лживое учение ну или можно под полотенчиком у попика поплакаться и дальше пойти грешить и все будет хорошо бог милостивый бог простит и просто простит все черно-белое бытие спасен не спасет прощен не прощен пола православие католицизм это лжеучение ну протестантизм естественно да все это лживое учение они отвергли полностью учение иисуса христа о совершенстве в любви к божьему творению причем ко всему к природе к животным к людям к ангелам к бесам настоящий пожнавшись христианин он и самому главному безу дьяволу желает покаяние чтобы он обратно стал единицей сыном света сыном зари это очень важно да только такой человек становится богоподобным как вы видите учение о совершенстве идет от христа идет сквозь всех его первых апостолов потом от учения было отвергнуто ничего им не надо когда их укоряешь обличаешь реально что дела не соответствует их именованию христианину еще и ругаются плюются в ответ тебе там наезжают хотя обличаешь их по правде да если вы не участок а будем считать не страдаете да мы конечно узнаем откуда это страдание сейчас сегодня тема сам сама страничка на сайте я сделал себя бог есть любовь я и так даже назвал но коротко да бог есть любовь а уже папа второй уровень названия бог есть любовь но откуда зло и вот я такую маленькую страничку собрал там ничего необычного просто из евангелия все немножко подсобрал и вот сделка раз три пересылки на вот эти ролики которые сейчас пишу сам плейлист тоже вы найдете у меня на канале аналоги с соответствующим названием бог есть любовь но попускает страдания там скорби и все вот это прочее да и как мы сегодня кстати будем читать уаку как раз в этом контексте и безусловно я эти ролики на самом деле беру лишь повод поговорить и стараюсь всегда есть он тоже в полноте преподать бывает я всегда тоже бывает общими окоемками это делаю бывает я углубляюсь какие-то моменты смотря на то что не можно было углубиться про страдания но я про это делать не буду потому что я кстати буквально тоже до этого вы найдете в этом плейлисте бог есть любовь на страдания детей там страдания животных невинных там всяких людей любых и я там в принципе записал эту серию и конечно вот послание якого она прям как нельзя лучше ложиться на это кто его знает он именно об этом говорит его кстати послание ладно скажу вам окоемку я как я сказал вы можете найти его у меня на канале тоже послушаю в принципе все это тоже говорю ну так как там целиком читаю может даже где-то сжат поэтому сегодня в общем-то и повод и про ширине поговорить я у не буду в тот плейлист на библии добавлять там стараюсь не мешать своими проповеди в свободном слове чтобы объем не раздувать и вот но он пишет именно непосредственно как видите начинается сейчас мы с вами только начали читать такой может сказать абзац да по 12 стих я просто прервался насчет совершенства но в этом-то и суть совершенства и на в жертвенной любви любить когда тебе не прилетает за это это норма это райское состояние это то чем должны были заниматься первые люди и развиваться в любви но не в жертвенной вот и несмотря на то что ну все умные познавшие истину всегда говорили что конечно же дело не в том что это извечной думы и к сожалению тоже там заблуждение что якобы и даже иногда есть у так называемых тоже святых ортодоксальной церкви там правильные слова но порой немножко неправильно описано то ли неправильно переведенный что то же самое грех падение что чуть ли она не задумана богом тоже без него не достигла бы совершенства да действительно без познания зла и без научения ответки на это да когда ты сам во-первых зло познаешь сам потворишь сам являешься источником потом тыкаешься то есть с этого райского состояния с нуля с ничего твоя жизнь начинается по сути рождения каждого человека это вот адам и его это вот первый человек 0 мы все познаем путь греха да но благодаря этому познанию пути греха мы познаем путь совершенства то есть мы не просто в потерянный рай возвращаемся после покаяния и творим просто любовь там любящим нас да где нам не прилетит мы там там-то мы скажем слово там потому что то сделаем нет мы из 0 и из нуля из райского состояния да и в раю мы могли научиться любви как я всем рассказываю это очень легко понять на простой нашей бытовой жизни конечно я сам себе могу заварить чай до что-то там на блюдечко положить фрукты какие-нибудь вместе с чайком там сухофруктики покушать но мне приятно когда кто-то обо мне заботиться и мне это делает тут я могу сам пойти все это набрать сорвать но кто-то это сделал кто-то за мной поухаживал тоже любовь это же доброта ведь любовь есть доставление радости конечно могу и сам себе погладить мне кстати приятно когда я себя трогаю в принципе да но если меня кто-то трогает нет приятно потому что это это чем слова и вообще не объяснить это это любовь тебе кто-то проявляет внимание даже удивительно мы сами это объяснить такие вещи не можем да вот и и при этом казалось бы мне хочется любить поэтому сам себя глажу как бы я сам себе ответить не могу а ведь заметьте мне приятно не только когда меня гладит а когда я глажу вот мы все думаем что я собачку глажу потому что и хорошо но не все думают а как бы то задуматься задуматься о том что ведь ему хочется погладить собачку она лежит мы идем код порой кошка там любое животное она спит и ты садишься начнешь его гладить начать не ему надо ну ладно когда он сам подходит кажется выдать ему надо я его как бы вложу нет ты его гладишь когда он не требует этого значит тебе этого хочется и ты испытываешь от этого удовольствия мы действительно испытываем счастье и когда нас любит когда мы объекты любви когда мы получаем любовь когда нам доставляет удовольствие но мы и сами кайфуем мы сами радуемся мы сами счастливы когда мы проявляем любовь в делах да но в раю так как допустим в идеальной системе никто бы не согрешил не было бы зла мы бы не познали что такое вышать высочайшая любовь кто такой бог что такой любовь настоящий который готова что умереть лишь бы кого-то привести к истине вот это очень важно понимать и действительно благодаря в кавычках конечно благодаря но это суть жизни благодаря познанию все глубин ада причем если вы знаете иисус сказал великолепную фразу что кому много прощается то есть это значит человек на дне ада тот много любит да действительно так это знаете чем глубже мы сваливаемся это не за что всем должны свалиться но это факт жизни естественно к этому призывать ни в коем случае нельзя мы сейчас будем стать с вами об этом именно читать яков именно об этом говорит будет говорить просто прервался он вперед как всегда все рассказывают да вот что конечно же не я бог не я сейчас за ним да я не призываю конечно решите чтобы познать святость но это путь жизни мы все его проходили тем более не раз возможно воплощаясь в этой жизни всеми мы были убийцами негодяями насильниками именно познав это потом отвергшись этого как от всякого зла мы вот действительно познаем любовь когда первое в прощении когда просто возвращаемся в это состояние но и потом когда мы возмещаем воздаем творим плоды достойные покаяния это это вот действительно тогда и поэтому тут никуда уж не денешься но вот как я сам сейчас оговариваю сейчас мы об этом будем читать я немножко ушел от вопроса совершенства еще раз хочу планку зафиксировать что я об этом постоянно говорю и мне жалую жаль жаль псевдо христиан православных или протестантов которые отвергли учение о совершенстве не спасение по вере не крокодилями слезами под полотенчиком у попика нет человек спасается то есть кается то есть возвращается в райские в райское состояние не творение зла и пока ноль и об этом тоже часто грязь тысяч не делаешь зла и и но и не делаешь добра ты ноль тебя просто не существует убери тебя из вселенной никому от тебя не тепло да не холодно ты зла не творишь но и не тепло кому-то чё делаешь доброго все ты пустота тьма бог не написано что бог есть 0 что бог не что что бог пустота них бог есть любовь любовь проявляется в делах существительной сущность имя я есть сущий я есть любовь она проявляется я люблю я делаю я делаю счастливым через доставление удовольствия наслаждения кого-то радует доставляем у кайф удовольствие наслаждения до через все наши органы чувств слышим видим вкус ощущаем запах ощущаем тактильное удовольствие вот это очень важно понимать к сожалению это учение отвергнута именно от этого отвергнуты несение креста полностью отвергнуты все евангелие все о чем вырос что всякие идущие за мной да я со христом я иду за христу я последователь я ученик и не несет креста моего шутку крест и то есть жертвы на любовь и когда ты что такое крест христов что такое его это подвиг величайший бога пришедшего во плоти это ответ добром на зло очень важное поругание поношение чем иисуса говорил постоянно постоянно это полностью отвергнуты всякие говорящие не господи господи да но не поступающие по заповеди моим не достоин меня не будет наследовать небесное царство это очень все важно понимать да это учение совершенства окрестном пути пути узком тернистым как иисус говорил вратах которые еле протискиваешься потом идешь этим путем тернистым точнее важно все понимать это учение к сожалению отвергнута да мы готовы сидеть только на тепленьком диванчике до меня когда иногда даже укоряли что я сам сижу на стуле да но игры слушайте иисус тоже не сразу исполнил все свои заповеди которые говорил особенно жертвенной любви да особенно ее опеки как отдание своей жизни это всему свое время вопрос как ты мыслишь там кто-то и исполнишь да это очень важно чтобы вы были совершенны они вот апостол я у него я конечно у них тоже учился с очень красиво говорят очень говорят эмоционально в том плане не усиливающаясь такое слово есть двойное усилие строичное усиление помню даже такое читал святых здесь тоже да казалось бы и так в слово полнота уже все вмещает ноги 2 должны совершенных полноте тут по сути уже идет просто усилить уж совершенство полнота это одни и те же слова без всякого недостатка смысл один все рассказать да будьте без всякого недостатка на совершенно будьте совершенно будьте полны заметьте они все эти слова пихают одно предложение правильно делают я сам так очень часто тоже выражаясь это очень важно учение о совершенстве о полноте вот это все я грешник бог простит меня вы сами себе наступаете на горло своей жизни вы сами себе не движет женщин вы сами будете как иисус сказал кусать локти на каком бы в уровне не были даже если вы в ад не попадете там день будете на задворках рая до этого недостаточно вы все равно будете себя кусать локти потому что надо быть там где бог штамм вы будете счастливы там полнота и вы не удостоверить него не удовлетворить систему что я там но я тут на закутках это кажется это потому что у вас грех живет и вы не готовы от него избавиться не готовы его оставлять вы просто хотите с этим грехом туда войти к богу на коленке ничего не получится иисус прямо сказал что он не может посадить кого-то по правую или по левую себя от себя полил по правую руку в царстве небесном но кому готова на отцом кто такой отец иисус проявление отец сущность внутренние кому внутренней сущностью готова на кто стал а я есть в суще да этот отец тот кто стал любое то то познал истину тот и будет тот и там и будет кто по лево кто по правую кто там у ножек а кто неизвестно где там так что это очень важно понимать я вам всем желаю это учение принять эту истину и от всего избавляться и святость достижимы и она должна быть достижима в этой жизни все эти бредни ортодоксов православных только протестантов тел живые учения они ведут людей только на одно ада вот и все никуда они никаким образом не способствует изменению человека все эти я грешно грешно супер грешные до продолжаю грешить что-то да никто бог не может никого не простить не может никого и наказать в антоне великого мы об этом будем еще читать да тоже очень важно ладно об этом так вам об истине за свидетельство о полноте как говорится давайте дальше если же у кого из вас не достает мудрости до происту бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему но да надо просит с веру немало не сомневаясь потому что сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемый и развиваемый да не думает такой человек получить что-нибудь от господа человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих да хвалится брат униженный униженный высотой своею а богатым уничижением унижением своим потому что он придет как цвет на траве и восходит солнце настаёт зной и зноем иссушает траву цвет ее опадет исчезает красота вида ее так увядает и богатый в путях своих блажен человек который переносит искушение потому что быв испытан он получит венец жизни который обещал господь любящим его апостол иаков начинает свое послание прямо с научение вдохновение поддержки тем потому что очевидно что написалось кто по ним кто знает понимает от со времен иисуса христа который сказал что гнали меня будут гнать и вас убивали меня будут убивать и вас особенно на рассвете христианство так называемого да когда евангелий иисуса христа ученики вы понесли по всей земле особенно были явно гонения вплоть до физической расправы массовых физических расправ над так называемыми христианами учениками последователями иисуса вот он здесь их упрекает да вот вы не упрекает а говорился поддерживает их да наоборот пишет что с великой брать принимайте всякие искушения в которые впадаете до испытания какие искушения он говорит что испытание вашей веры производить терпение терпение же должны иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей платы без всякого недостатка блажен человек который переносит искушение потому что испытан он получит венец жизни который обещал господь бог чтобы понять я кого мы продолжаем читать да в искушении никто не говори бог меня искушает потому что бог не искушается злом сам и сам не искушает никого но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью похотят желание ну не неудержимое желание осознанное желание до похоть же зачав рождает грех сделанный грех рождает смерть ну праведная жизнь праведный праведность ведет в жизни святость греховность к смерти да не обманывайтесь братья мои возлюбленные бог поругаем не бывает не хочет что-то из павла добавить да там у него тоже самое в галатийском послании всякое даяние ну или дело деяние даяние тут неважно как перевели синодальный перевод я для вас считаю всякое даяние доброе деяние доброе и всякий дар совершенный опять совершенный святой слова святость еще расскажу святость совершенство полнота зрелость все это слова одного порядка да и всякий дар святой совершенный доброта любовь все эти слова даже любовь бог это все говорится об одном истина бог истина любовь доброта если в правильном их понимании, святость, совершенство, зрелость, все это слова одного порядка. И всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света. Помните, мы с вами в предыдущем послании «Бог есть свет», у которого нет, Иоанн Богослов говорил, нет, и «Бог есть свет», нет никакой тьмы. И Иаков уже чуть другими словами об одном и том же, и конкретизируя сейчас об испытаниях, об искушениях, у которого нет, у Отца Света, всякое даяние. По сути, фраза Иоанна Богослова просто немножко развернута. «Бог есть свет», а что такое свет? Помните, любовь. Бог есть любовь. А что такое любовь? Это доброе дело. Всякое даяние доброе, всякий дар, что-то я дал кому-то, всякое даяние. Почему я говорю здесь немножко перевод не очень удачный? Тут бы не даяние доброе и дар совершенно, а тут автологично получается. Лучше даяние доброе, а дар совершенный. «Бог есть свет» от Отца Светов, и нет в нем и капли тьмы, у которого нет изменений и ни тени перемены. Если вы вот так, в строчку друг на другом, в столбик вернее, поставите эти два предложения, два высказывания Иоанна Богослова и апостола Иакова, вы увидите, что одно и то же формула, как будто просто немножко другое подставляется под нее. Или она растягивается, как гармошка. «Бог есть свет, и нет в нем какой тьмы». По этой формуле потом все истинные дети Божьи так и говорят. Все это можно туда вкладывать, раздувать, разные сферы жизнедеятельности человека рассматривать. Но суть одна. Есть формула. «Бог есть свет, и нет в нем какой тьмы». «Бог есть абсолютная любовь». «Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены». «Восхотев, родил он на словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Каким словом истины? О любви, вечной жизни и свободе. Антоний Великий так потом и будет тоже писать. «Бог блах, бесстрастен и неизменен. И вреда никому не причиняет, а творит только доброе». Об этом мы уже в следующем видео будем читать. Сегодня поговорим еще раз обо всем этом. То есть о чем Яков говорит? Вот те же самые испытания, искушения, как мы говорим. «Да, кажется, я уже зла не делаю, я трехся, но вот мне прилетает за добро, за мою добрую жизнь». О чем пишет Яков? Все, что тебе прилетает, это не потому, что Бог тебя искушает. Бог никого не искушает. Бог сам не искушается. Не искушает никого. Во-первых, пять – это очень мысль. Конечно же, здесь они все всегда говорят о свободе. Вообще, у природы бытия, у сущности три эпостаси, три лица. Да, это три сущности нераздельные. Потому что любовь невозможна без свободы, насильно, мил, не будешь. И любовь не имеет смысла без вечности, без жизни. Ибо если смерть какая-то, да, любовь. По сути, даже когда мы управляем слово «вечная жизнь», уже неверное немножко словосочетание. Жизнь, она и есть вечность. А в вечности есть жизнь. Поэтому через эти три призмы бытия, вечность, вечная жизнь, ну, приходится так говорить, да, свободу и любовь, и раскрываются вообще все вопросы жизни. Потому что это и есть суть бытия. Через это вы все всегда в жизни поймете. И об этом говорится постоянно. Это, конечно, антиномия, с одной стороны. Да, любовь невозможна без свободы, но если я свободен, могу ли я творить зло? Да, в потенции, в зеркале мироздания существует иной мир, в котором я злодей. Ну, образно говоря, то есть я могу его творить? Да. Кто знает, есть там теория параллельных миров? Да, в параллельном мире как бы, да, потенция. Потому что я свободен, я могу творить зло? Да, я его творю? Нет. Ну, сейчас я о себе говорю, как о святом человеке, да. Бог свободен? Да. Он боится ада? Нет. Его можно заманить райом? Нет. Над ним кто-то и есть, судья? Да, как мы считаем Богом? Нет. Он всесилен? Да. Он творец? Да. Он сущий? Да. Он свободен? Ну, конечно. Он творит зло? Никогда. Можно это объяснить на словах? Нет. Можно это познать на деле? Да. Спросите меня. Я могу убить животное? Да. Физически могу. Ничего мне не помешает. У меня есть руки, ноги для этого. Сделает когда-нибудь? Нет. Вопрос трупожоров. А, да что будешь делать? С голоду помрешь на необитаемом острове. Как он для святого человека раскрывается? Ну, конечно, у меня есть, кто знает, большая проповедь на этот, на этот тоже вопрос. Ну, кратко, да, как раскрывается? Да никак, я не сделаю это вот и все. Почему? Да потому что я вечен. Я не держусь за эту временную жизнь, потому что это школа испытаний. Да. И всякий, кто переносит все эти испытания, будучи испытан, получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Любящим кого? Его. Помните, военную богослову в предыдущем ролике мы с вами? Любящим любовь. Любовь, который стал к любви. Более того, это я сейчас так образно для детей, так скажем, духовных, да, вот, для непознавших, для непросвещенных, для несовершенных этим языком выражаюсь, якобы аргументы, что я там вечен нахожу. Нет, когда ты становишься самой любовью этой, ты уже сам себе объяснить не можешь, в теории. То есть, опять, в теории ты себе на словах не можешь объяснить. Я свободен, да, почему я тогда этого не делаю? Потому что я любовь. Ответ в самом вопросе. Вот и все. Я просто люблю, я не могу этого сделать. Я физически, да, я могу. Сделаешь, нет. Ты что, тогда не свободен? Да, я раб любви. Да, я раб любви. Я свободен, да, физически я свободен. Я и духовный в том плане. Вы понимаете, да, то есть, видите, вот так, живем по кругу, и вроде все понятно, и в то же время состыковать это непонятно как. А потому что это нестыкуемая вещь, хотя они в одном целом пребывают. Я свободен, я любовь добровольная. Я могу творить зла, да, но я не творю. Когда ты в это состояние приходишь, тебе все становится понятно. Да, я могу ответить врагу, я могу убить человека. Могу. Ты приходишь в это состояние, вот и все. Вот Бог такой же. Точнее, мы такие становимся, как Он. Бог никого не искушает злом. Все, что с нами в мире происходит, все страдания, даже когда тебя, тебе прилетает за добро, у тебя идут какие-то гонения, страдания, это не потому, что Бог кого-то там искушает. Бог не способен даже кого-то искушать. Да. Абсолютно любовь. Он даже эту школу жизни устраивает не потому, что, о чем мы сегодня с вами говорили, он там хочет такой, да, придумывает. Где бы он зло тогда взял, чтобы вас испытывать? Он бы захотел вас погрузить в эту школу жизни. Кто бы был вашими не учителями, так скажем, если он великий учитель, кто бы вашими были, ну, тренерами, или как это назвать-то, да, кого бы он поставил? Где бы он этих злодеев взял, если бы в раю, допустим, никто не упал бы, все были добрыми. А Бог бы захотел, чтобы мы познали все жертвенную любовь. Кто бы зло людям причинял бы и планете? Бог бы этого не мог делать. От того, что веган хочет трупажора сделать веганом, научить его любви к животным, он не будет на его глазах убивать животное. Он может показать какие-то кадры, которые уже есть, которых животных убивали, есть видео в интернете, он старается ему показать. Ну, вот смотри, какой это ужас. Но он не будет сам ему, он говорит, ну, а ты, нет, я, вот если ты при мне, вот если я увижу это вживую, ты ему что, будешь показывать, что веган будет при нем резать горло животное, чтобы показать, как это ужасно? Нет. Он будет только пытаться рассказывать, что как это ужасно. Но сам он этого никогда не сделает. Ему рассказывать-то об этом больно и неприятно, да. Но это ему. Опять же, поэтому себя в жертву приносит, даже на то, что ему это неприятно, он говорит об этом. Он же не делает этого зла, он и говорит, что это зло другие делают, он как раз делает добро. Вот так вот. Поэтому, конечно же, все, что с нами в жизни происходит, все, что с нами прилетает, это любых болячек касается. Это всего, что с нами происходит в материальном. Вы поймите, все болячки или еще что-то, это же духи. Это энергия зла. Точно так же, как есть маленькие уровни, животные, микробы. Есть и такая же сторона тьмы в мире. Мы знаем, что Бог даже к ветру обращался, так скажем, личностно, к буре. Вы помните, когда укращал ее, сказал, умолкни. Разговаривал как с человеком, с сущностью, с умной сущностью. Умолкни, перестань. Это очень важно понимать. Поэтому, конечно, к нам невидимый мир, так называемый тонкий мир, мир духов, ангелов, там все эти энергии тоже имеют доступ. Они точно так же свободны, как нам может любой человек подойти и голову проломить. То есть, так же и бесы могут к нам иметь доступ, да, и могут нас мучить. Они не имеют доступ только к одному, к нашему выбору. К нашему выбору, к нашей свободе, вот как Аков здесь и пишет. А вот эта школа жизни, да, она попущена Богом. А почему она попущена? Опять эти детские слова. Ну, потому что Бог есть свобода. Все, что в мире происходит, вот эта каша, вот этот весь бульон, который мы в нем варимся, как я называю, адская школа жизни, это тоже не потому, что она Богом задумана. Я уж с вами сегодня с этого начинал ролик, да. Что несмотря на то, что действительно благодаря аду мы познаем ценность небесного царства, не просто рая, а небесного царства. В раю, можно сказать, знаете, были такие дети наивные, там, Адам с Евой, да, которые еще не знали зла, им нечего было бояться, они ничего не ценили. Не зря царство небесное названо там полным блаженством, да. Мы все будем прекрасно знать, что мы прошли опыт жизни, и что здесь люди, которые никогда, никогда, ты там абсолютно спокойный, ты в абсолютной безопасности. Там люди, которые прошли все дно ада, все собрали, только какую блевутину можно, сами ее делали, сами отреклись и потом, да, достигли того, что сами за это страдали, за добро, которое, наоборот, это обличали, жили другой святой жизнью. Ты понимаешь, что если он это в земной жизни прошел, за то, что ему прилетало, то уж в царстве небесном ты живешь со святыми, спокойно знаешь, что никто не переступит черту зла, никогда, вот эту ноль, никогда. Это просто для него табу. Сколько можно, мы там делаем друг другу добра, хотя мы там тоже ни в чем иметь нужду не будем, казалось бы, мы там друг другу не нужны, но я вам на жизненных примерах показываю, что, несмотря на то, что я самодостаточен, казалось бы, мне всегда приятна любовь и мне хочется любить, потому что это тоже делает меня счастливым, мне тоже доставляет удовольствие. Так что вот так вот, кажется, что я глажу кого-то там, мужчину, женщину, ребенка, да, и это ему хорошо, нет, мне тоже хорошо, меня тянет его гладить, потому что мне кайфово, вот, я испытываю удовольствие. Так что вот так вот, поэтому, конечно, мы там будем друг другу притягиваться, мы будем жаждать любви, мы будем дарить любовь друг другу постоянно, и при этом знать, что никто не переступит черту ада, черту дна, вот этого ноля, и хоть какое-то малейшее зло совершит. Вот, и поэтому здесь, конечно же, поэтому он говорит, что Бог не искушается злом, потому что, по сути, если бы Бог сам, да, сказал, это вот эти бредни, да, когда там, Ветхом Завете, конечно, есть немного, потому что писали, да не немного, а много даже, потому что Ветхий Завет писали ветхозаветные люди, далекие от познания истины, конечно, беда тем людям, кто Библию возводит, культ авторитета и полноты истины, поэтому сами не достигают этой полноты, потому что в пример образец себе взяли неполноту истины, якобы Бог там, там, чьим-то народом наказывал другой народ, это, конечно, все бред, это делали сами люди. Здесь вот эти слова апостола Иакову по поводу того, что действительно Бог никого не искушает, и сам не искушается злом, и что каждый сам искушается, обольщаясь собственной похотью, собственным неудержимым желанием зла. Это относится не только к тем, хоть он здесь и написал, кто это якобы испытывает на себе, на самом деле, особенно, если взять его весь контекст, почему я ему говорю, я хоть и сегодня вырываюсь, я позволяю, да, но я себе позволяю уже, говорю, много раз, потому что достиг, во-первых, а во-вторых, потому что свидетельство о достижении есть на моем канале, у меня вся Библия целиком записана, это тоже очень важно, да, вот, где действительно, когда ты просто последовательно считаешь, я сколько слышал проповедника, мне хочется ему сказать, слушай, ты вот вырвал, ты хоть дальше два стиха прочитай-то, там же просто обличение противоречит тому бреду, который ты сейчас несешь. Могу пример про протестантщину, которую я все время обличаю, что да, добрыми делами не спасаются, да, вырывают там этот стих, хотя дальше, дальше, запятая стоит даже в синодальном переводе, но Бог создал нас на добрые дела. Ну, вы вырвали половину стиха, половину предложения, половину мысли, я уж молчу там вообще про все мировоззрение апостола Павла, да, не от добрых дел, спасение не от дел, чтобы не хвалился, а то, что там дальше написано, что мы созданы, вообще, во-первых, он говорил не от дел закона, там просто это слово проглотчено, там контекст надо понимать всего этого, не от дел закона он имел, вот имя, не от внешней праведности, о чем все время Иисус говорил, там об этом речь, а не от добрых дел, там слово добрых не стоит, там слово от дел и проглотчено слово закон, как и мы часто говорим уже по контексту, когда нас понимают, мы не все вкладываем в одну речь. Знаете, как договоры пишутся? Почитайте, как никто юридически не образован, у меня хоть юридического образования нет, но в договорах я кое-что соображаю, меня в свое время научили. Да, там есть предмет договора, и там обычно первый там кто, покупатель, да, тыры-пыры, там долго что-то рассказывается, потом идет в договоре обычно перечень слов каких, какие что говорят, да, и говорится, далее там земельный участок, купил-продал, а продавец продал, а покупатель купил земельный участок, далее просто участок, вот то же самое, да, чтобы лишнее слово не удлинять, далее в договоре везде просто участок, 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 все. А если это участок с домом, там есть участок, это то-то дом, то-то, то-то, а далее объект, объект это участок с домом, далее будем читать как объект, все. То есть подразумевается, что покупатель, покупатель покупает, это автологично, и участок, и дом одновременно, что дальше по договору именуется одним словом, покороче, объект, все то же самое вот такие вот вырывание здесь яков благодаря своему большой это же послание мы с вами чуть-чуть почитали в общем то читать то на этом закончили да вот но он прямо будет говорить о том он же там будет и учителям обращаться которые до учителя вот именно смотря чему они учат да и от тем что кто там разумевает что ведь это же то же самое послание где что ненавистная протестантом послание кого многие вообще его полностью исключают из нового завета пусть не не физически вырезая из библии но полностью отвергая ссылаясь на своего учителя первого так называемого одного из основатель протестантизма лютера что это псевдо послание все это ложь бред потому что яков прямо пишет да что вера без дел мертва вот и все далее он там скажет что всякому разумеющему делать добро и не делающим грех это очень важно то же самое да и поэтому здесь конечно же это его мысль она относится не только к тому кто испытывает но и кто это делает зло конечно же бог не искушается зла злом и сам не искушает никого а ты вот до чтоб того научить жертвенной любви страдания за истину виде распни его до тебе ничего за это не будет ты мою волю исполняешь это чушь собачья конечно же вот это дьявольские учения по этому учению тогда все кто убивали иисуса христа все великие праведники они же волю больше исполняли иуда потому что предал петр и все ученики потому что отреклись и все эти законники фарисеи и кришники члены синдриона которые его обвинили обвиняли лжи вода все весь народ который орал распни его пилат который его предал на это распятие войны которую распинали и т.д. и т.п. и т.п. все кто над ним смеялись всех улили поносили даже висящего на кресте иисуса тогда они все исполняли волю божью и все в своих грехах невиновны чтобы иисус что сделал а сын по протестантскому бред ну и православные же одинаковые там просто обертка разная суть то одна и та же да что иисуса сделал вот это чтобы ему подвиг совершить нам было ради нас на чушь дьявольские бред не иисус никого не наущал иисус сам не искушался злом и сам не не искусился в пустыне и далее да и искушал никого он не призывал себя убивать более того до последнего пытался петра вразумить иуду вразумить на прощальном ужине всех на суде своих обвинителей пытался вразумить что чего не творят до в пилат пытался об истине засвидетельствовать не захотел услышать все уж не игра о том что уж он просто оставил все это делать потому что что в том что он как он сказал потому что он пилату и всем я столько лет чё и чё им отвечать если я столько лет им говорил и все это мимо прошло да очень важно понимать это лживо дьявольское учение которое заведет вас погибель все кто делает зло ответственно за нее несмотря на то что без этого ада мы с вами жизни бы не познали да это очень важно понять что на данный момент дать всех злодей да когда ты познал истину тебя убивают за истину ты-то счастлив ты понимаешь что ты достиг ты не желаешь ты способен как иисус уже даже когда тебе пулю в лоб пускают стоя на коленях там перед убийцей своим с пистолетом ты не нервничаешь не злишься не проклинаешь ему ты горишь слушай если он тебя даст там последнее слово сказать мы с тобой творение божие а бог есть любовь ты счастливее не будешь убив меня там захватив мою землю до дом там или еще что-то 10 копеек которые у меня под одеялом лежат до мир в любви вот и все я пойду туда где такие как я и там мы будем счастливы а ты пойдешь туда как где такие как ты и там вы будете каждый день друг другу пулю в лоб в воду пускать вот и все какой мир ты хочешь такой ли такой выбирай сам вот и все и он тебя пускает пулю в лоб ты действительно отправляешься к богу на престол а он действительно остается уже в земной жизни с такими же как он завтра ему эту пулю в лоб пусть посмотрите на все истории человечества да я беру обычно недалекий можно древнюю историю почитать посмотрите какую ближнюю историю там советским союзом на нас это я помню защитники его там до всего этого коммунизма ссср какое прекрасно было да там каждый друг друга гнобил до вчера они еще герои герои ссср завтра их тот же сталин все гнобито в лагерях убивает расстреливает хотя еще вчера не там войну выиграли так называемую она вчера прекрасная красная армия якобы от фашизма да там россию спасла да только годом ранее она финляндию захватывала та же самая армия те же самые отморозки да то почему вчера не отморозки то что на финляндию нападает все они хорошие то что якобы они фашизм задушили а сами такие же фашисты в лагерях в лагерях в тюрьмах невинных людей погибло ровно столько же за время за правление вот этого красного террора ровно столько сколько во второй мировой войны это очень важно понимать так что ничего они не пожмут все не так же кончат если даже здесь не так стали вроде там тихо мирно со святыми упокой никто его пулю в лоб в концовке не пустил хотя многие заканчивали правитель именно так вот свергали свои же но за все это придется дать отчет вот и все потому что там ты очутишься с такими же как ты и там ты очутишься без всякой власти без всяких сил без всяких возможностей и будешь все дерьмо то кушать которые ты другим сотворил вот это очень важно понять это очень важно понять про бога и понять про то как нам вести мы тоже самое потому что эти почему что зачем опознаем кто такой бог какова его сущность чтобы стать такими же это очень важно понять и когда ты понимаешь что бог не искушает никого вот и все это очень важно сам не искушается злом то есть тебе поставили на колени пистолет в затылок направили ты не скушаешься злом ты не мстишь ты если можешь доброе слово доброе слово к себе какой будет добрым слов сказать а да 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 даже вот именно какую-то такой хинею да да отправь меня в небесное царство самый деват да сделай мне милость нет конечно разве добрым слов нет сказать им правду что я буду там где я достоин а ты будешь там где ты достойно очень важно ты еще на земле все это вкусишь это будет правда тихая спокойная очень важная не путайте тоже не нацию приплетать одну фразу иисуса христа молитву что прости ему господи не ведут что творят это очень важно что это было сказано для людей для тех кто там в окружении было чтобы поняли его сущность какой он желал нагреть не знать что на поголовки гладила всех своих обличителей до этого тысячу раз называл и убийцами вы дети дьявола детьми дьявола называл куда уж еще громче определение ведь не дьявол почему потому что ищите убить меня когда уже убивали уже поздно было им свидетельствует что они убийцы дьявол уже об этом им прямо до этого говорил если он показывает как раз тем кто хочет научиться любви но их как бы обличая уже этими словами любви это понятно но я бы тоже сказал как вы был как ты должен сказать сказать да я вот буду там-то ты там-то это не то что ему там желаешь быть а как искал одни пойдут пойдут не я вы их туда пошли не пинками буду одних в рай других ватт загонять не одни пойдут сами по жизни своей иисус когда о суде рассказывал над всем народом что кто ближним сотворил мне створил он сказал что эти праведники пойдут жизнь вечную сами пойдут то что они праведники а эти сами пойдут вот потому что не грешники так тем хорошо вот и все но только это в этой иллюзии обман им хорошо будет совсем там немного когда ты заходишь волчью стаю так первые пять секунд хорошо вроде кажется с волками жить по волчьи жить потом сожрут тебе же вот это очень важно понимать если ты поешь к овечкам там овечки друг другу не жрут а волки с голодухи друг другу пожирают вот так вот так что это очень важно понимать поэтому по поводу этого искушения как видите сколько отсюда выходит правильных выводов все об одном и том же конечно все мои ролики одинаково от этого истины не меняется мы лишь вокруг одного вокруг долго топчемся смысл один и тот же очень важно понять потому что поэтому все что на земле происходит только потому что природа не забывайте имеющие тоже некую живую души все что мы видим ветер даже имеет душа не зря иисус к нему лично обращался умолк не перестань да все животные все люди все ангелы и так называемый весь тут тонкий мир который основной массе не видит сейчас да вот они все свободны поэтому зло тут каждый кто как хочет так и творит бог то скажем в этой школе жизни вообще не участвует он сказал что это просто вот мир это поле есть плевел есть пшеницы ничего даже этого не убирать пусть все растет само по собой само собой поэтому здесь с нами столько зла и беззаконие творится и все любят взывать куда же смотрит бог бог никуда не смотрит у нас здесь здесь всех оставил чтобы мы здесь само определялись и сам то он зла не может творить он может только по плоти нас отделять условия бытия создавать так и будет но чтобы что кто-то все-то просеялся надо стать тогда соответствующим маленьким тогда в маленькая сеть просеется вот так вот или наоборот взлететь туда надо стать воздушным как воздушный шарик очень важно понимать поэтому все что зло на земле творится это не тоже бог его там устраивает нет просто все свободны и кто-то творит зло вот и все так что вот так вот бог конечно может избавлять обстоятельствами как таково то поэтому это же просим бога чтобы избавить сам иисус как бы просил вы помните в молитве да это то что бог может условиями да то есть как мы люди можем до бежит какой маньяк за своей жертвой где где а тот скрывается также на ты ему другую сторону да вон там куда побежал а он туда побежал ты что до побежала вот и все это изменил жизнь да ты спас ты повлиял на судьбу да ты смог изменить этого человека не не желать там вреда нанести ему нет но ты смог изменить обстоятельства да но при этом сущности не меняется поэтому бог это делает редко так скажем по своему умыслу с какими своими целями но суть жизни научиться каждому истине поэтому то что бог якобы нас избавил вообще избегать вот этих вы читаетесь после моего видео еще раз эти все послушать все чего вы от меня услышали читайте сами во все это вообще смысл в жизни бегать страдания особо никаких нет ну это считаешь как иисус это делали своим ученикам заповедовал бьют в одном городе бегите сам он вы помните иерусалим когда его положили в первый же год убить он уже несколько лет не ходил ходил где угодно проповедовал по самаре под десятиградию по галилей по той же самой в иерусалим ходил только на праздник когда было там просто множество народу когда его уже слава ходила и уже просто его боялись ему что-то сделать при народе и вот именно зацепиться было не за что то считаешь как современном мире я все стараюсь пример из реальной жизни приводить посмотрите как там оппозицию в политическом мире в той же самой россии да не сразу всех за первое слово до бросает в тюрьму там или убивают отравляют или еще что-то до высылают выдавливают выживают нет сначала человек должен что-то сделать чем не знаю за что подкопаться потому что даже если ждут пока где-нибудь опростовалось ошибется до чтобы за что зацепиться или прямо потому что брат какой зло сделает да вот а уж за кого некого там придумают как и с иисусом чего-нибудь перевернуться слова это постоянно делают да ну или куча нелепых законов под этого человечка легко придумать под всех не человечков как у нас теперь нет войне нельзя говорить да нас уже нельзя просто с пустым плакатом выйти дать я сразу заметут вот то есть конечно можно дойти до чиполина до полного безумия вот что уже все все нельзя все что просто они говорят все нельзя неважно плохо это или хорошо вот и поэтому по поводу этих искушений да для чего иисус не делал чего мы там какое-то время бегаем для того чтобы дойти до полноты познания явить свет миру до какое-то время но когда-то уже явно видишь да не надо рвать сердце и простить попу до чтобы избегать там свои все равно все там будем рано или поздно какая разница поэтому тут главная миссию выполнить и ты сам это чувствуешь когда твое время придет вот и все поэтому какое-то время да можно если бы иисус не противился этому я все всегда привожу примеры начала евангелия от луки там есть очень под такая подробность очень важная что мы видим что оказывается его в первую проповедь в первую проповедь в собственном городе в синагоге картоиды вот все эти храмы как счет на них наезжаешься эти ортодоксия прислали православие католицизм не так страшны протестантизм не услышать посмотрите на на иудейский народ на иудаизм вот они сидят в синагоге якобы из закона научаются как павел писал доброму да к чему это привело они берут своего же соотечественникова молодого парня 30-летнего за то что он сказал я есть тот о ком вы так долго ждали о ком написано тот кто освободит причем будет делать добро своих пленных там измученных отпустят на свободу до его за это берут и тащу ты можешь сказать на край города любой город раньше особенно древности старались нам возвышенностных на горах строить чтобы защищать было ли лучше да поэтому там так написано что с края города с края горы пытаются сбросить его просто без суда и следствия вдумайтесь это люди сидят там законные сей слушают это люди в синагоге это верующие люди своего соотечественника за то что он высказался да тут же убивают без суда и следствия написал как там уворачивается и все и вы уже не приходит потом в родной город свой вот так вот очень очень тонкая подробность да и убить у нас готовы убить в первый день как ты только об истине засвидетельствуешь меня собственные родители вдруг хотели как и многих никто рассказывает мы все этот путь проходим мы помним что иисус ты считаешь хотели прийти до взять и сдать в дурдом там считали что он вышел из себя все это проходит все это проходит чем самым близким там тоже было написано родственники пришли там и мама была не знаю насколько мама в это верила дева мария так называемая но что что там основная массы видимо за этим и пришла там по крайней мере так евангелие написано мы все это проходим к что это что-то написано не так евангелие путь христов кто по нему идет он очень похож прямо на все что но потому ты похож потому что мы идем на на путь иисуса христа все тоже сам ты испытываешь только начинаешь свидетельствовать об истине о вечности о вечной жизни которая благая невозможными кроме как без любви да о свободе все тебя сразу объявляют сумасшедшим дуриком лохом преступником фашистом занят войне топишь да все блаженный миротворцы все ты фашист рецидивист ты кто у нас там экстремист в россии все все на свете тебе объявит то потому что то это за добро утопишь не вот этих жучков полно по всему дому меня как они называются не знаю жуки вонючки давай все звонил они когда их трогаешь фу клопы вонючки как называют и начинает вонять ладно и отвлекся ну что ж увидел в камеру что он ползет по стене они такие лета не они безобидны хорошие воняют когда их хотя иногда и беру видимость не пугается он не пускает эти газы попускает разгад вот так вот поэтому по поводу искушения конечно мы какое-то время чтобы исполнить свою миссию можем и от зла отстраняться но надо не забывать истинное просто про что знать ее и не забывать ее что суть как раз это в общем-то и нам нужно это не значит надо радоваться кто-то тебя убивает да потому что он то за свое зло ответить в любом случае поэтому ты пытаешься до последнего как иисус все равно в разуме это очень важно так что вот так вот поэтому по поводу зла этих искушения злом створит либо узло здесь слова искушается злом это все то же самое что творит делает ли это это опять не я дополняю яков прямо еще раз давайте зачитаем то есть бог не искушается сами скрыть злом что такое зло всякое даяние доброе дело доброе всякое деяние топа всякий дар что то что бог подает людям всякий дар он совершенный вот совершение он добр он блах он любовь он счастьем добро он несет смысл какой-то правильный все что делает бог то что управляет миром да это все все от бога все доброе все доброе от бога или наоборот получается тут если бог если бы от отца свет в которую нет перемены и тени и нет изменения и тены перемены вот так вот надеюсь вам это видео очередной раз что-то под открыл и подшлифовал или до дорисовала картинку вас какой-то пазл складывается еще раз напомню что что вся эта маленькая мой цикл из трех видео было несмотря на то что в самом плейлисте бог есть любовь уже по 30 видео сейчас будет когда эти три добавлю но страничка в интернете им не так и на своем сайте рекламируют там ничего особенного такого нету ролик кого интересует этот вопрос бог есть любовь и все что с этим связано до особенно вопрос что если он любовь от курс страдания скорби вот эти все вещи они с этим не раздельно я поэтому так даже и плейлист назвал и там все ролики близко к этим киноматикам можете посмотреть ссылку с не до буду не забуду добавлю в подсказки всегда пишите в комментариях о чем я говорю о чем упоминаю если интересно я всегда дам прямые ссылки в ответе ну и напомню что затеяно было все это ради ролика даже антония никого некоего антония великого ортодоксального святого где тогда еще так называемый даже ортодоксии в как в таковом виде не было ты был еще до вселенских соборов потому что он якобы жил в третьем веке и его мы с вами почитаем у него тоже очень интересно своеобразно написано тоже очень глубокие хорошие мысли все об одном будет кружиться но будет я уверен уверяю вас будет интересно назидательно полезно кто истину принимает обязательно будет отрадно на этом у меня все кому нравится мои видео лепите лайки это все помогает продвижению видео для других пользователей для тех кто алчат и жаждет истины я уверен они это познают подписывайтесь на канал кто не подписан или впервые смотрит видео жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео комментарии ваши оставляйте ваши эмоции вопросы пишите я все читаю на вопросы по возможности отвечаем все тексты есть на моем сайте христалюб.ру по-русски можно просто христалюб.рф набрать он вам выйдет а 5 а и и и и Продолжение следует...